здравствуйте дорогие зрители оригинал тв ну многие из вас отмечают день святого валентина только раз в году и только раз в году получают поздравления зрители нашего канала получают валентинки целый год и мы празднуем и радуемся всегда нашим валентинкам и поем чунга чанга синий небосвод валентинка с нами круглый год и так представляю вам женщину героиню нашего видеоканала которые не нуждаются в представлении наша видео открыткой видео валентинка валентина и героиня дня не святой валентины валентина муренкова здравствуйте дорогой максим здравствуйте наши дорогие зрители да уж 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 это но никак не просветуем да это это про меня совсем не просвету вас на валике прекрасно но расскажи пожалуйста ты похорошела как обычно поменяла прическу похудела блеск в глазах не скрыть ни за какими линзами расскажи что с тобой произошел ты влюбилась или что максим ты как сказать романтик неисправимый я переезжаю у меня переезд понимаешь вот вокруг меня кучи коробок и вот это все надо упаковать вот поэтому мне как говорится немножко не до себя такое бывает с людьми во время переезда как там про коней на переправе не меняют и вот это вот все вот это про меня сейчас нынешнюю ты на конях будешь переезжать на повозках куда же ты едешь главное чтоб не на собаках понимаешь а там как вот какой тонкий намек да это это тонко это тонко кто понял тут понял но друзья мои ваши вопросы конечно вы забросали меня вопросами комментариями все хотят знать мнение валентины реакцию но многое призыва происходит жизни валенька я вижу ты похудела да сколько ты сейчас сколько ты сейчас вешаешь 15 килограммов или 20 сколько максим я довольно высокая барышня да вот вот сейчас у меня 65 килограмм а было 80 с лишним многие многие сейчас тебе женщины завидуют и очень хотят тоже быть такими же легкими порхать как бабочки как тебе это удалось ну максим это кстати приятно снять себя в рюкзак весом в 15 килограммов равномерно распределен это все очень приятно и полезно для здоровья но главная задача это как раз которую я сейчас ставлю перед собой это ментальное здоровье поскольку вот кита диета который я придерживаюсь и даже корнивор который периодически так сказать практикую вот это все позволяет сохранить ментальное здоровье это сейчас у меня программа максимум поскольку я насмотрелась на очень тяжелые моменты как уходила из жизни моя мама и последний год она была она вообще как бы деменция прогрессировала последний год это было ну по сути дела безумие имея такую наследственность вот естественно начинаешь беспокоиться о собственном ментальном здоровье как о самом главном потому что какой смысл иметь вот собственность недвижимость путешествовать если ты потом ничего не вспомнишь не вспомнишь даже имена родных и близких вот и забудешь себя и забудешь свою жизнь это как бы вот сейчас для меня это самое самое важное вот а как бы сброс лишних килограммов это приятный но сопутствующий эффект в достижении ментального здоровья вот кто интересуется посмотрите что такое корневар питание это низкоуглеводное питание ты это нельзя назвать диеты это образ жизни это не то что там две недели значит там пособлюдал а потом плюнул и пошел есть и хлеб и сладости и тортики и пирожные и фрукты и вот это все нет это вот как бы ты отказываешься от этого и живешь дальше вот с таким вот питанием вот что тебе из прошлого из прошлого вспоминается чаще всего и что-то радостное или наоборот грустная ну видишь я очень оптимистично устроенный человек у меня такое счастливое свойство памяти забывать плохое вот надеюсь не только у меня и самое главное самые яркие конечно мои впечатления это поездки путешествия незнакомые места которые больше всего меня воодушевляет своими ногами протоптать так сказать тропинки и своими глазами увидеть то о чем я мечтала с детства то те места которых я читала книжках вот вот это вот все что для советского ребенка было совершенно невозможно вот советские люди смотрели на мир глазами юрия сенкевича через губкинг путешественников да и вот самое заветное желание когда вот это все закончится совершить кругосветное путешествие самая главная мечта моей жизни естественно по своей воле в комфортных условиях относительно я вообще человек неприхотливый но по крайней мере что-то не пешком идти да вот у меня просто на это сил сейчас нету но в относительно комфортных условиях по своей воле вот кругосветное путешествие мечтаю совершить я маленькая это прекрасно но сейчас можно совершать путешествие то на на лайнере и и очень быстро в общем то как ты а ты хочешь прямо и как угодно как угодно но я просто хотела бы увидите странных которых я мечтал на остров пасхи хочу латинскую америку хочу видеть южную африку хочу видеть всякие азии хочу вот африка это же фильмы да лимпопо там вот это все мультики про лимпопо а в африке моей как много там зверей до киплинг киплинг это индия вот что там еще там а про таиланда колыбель цивилизация я вот последнее время жила совсем близко греции но переехала только через границу посмотрел озеро керкине вот а моя мечта спокойно осмотреть афины вот античную цивилизация остатки античных построек вот это все музеи музеи у меня страшный музейный голод вот надеюсь что все это состоится после того как произойдет наш переезд кстати ты жила в софии в болгарии там же в софии шикарные археологический музей или исторический музей дело то что я в нем была но было давно в этот раз у меня просто пока не получилось потому что но опять-таки обстоятельства порой бывают сильнее меня вот но я надеюсь что я посмотрю у нас кстати скоро выставка открывается в софии вот надеюсь что все получится там очень редко редкий экспонат для музеев маска золотая их очень мало в мире масок золотых вот там она есть что отлично ну хорошо по твоей наводке тем более хочу посмотреть если ты очень люблю но просто давно там было так вот в основном маршруты по городу в аэропорт из аэропорта быстрее быстрее на юг вот пока так но и комментарии теперь наших зрителей светлана пишет в монастыре должны быть истина уверовавшие в господа они абы кто согласно пусть они там будут я даже согласна стать абы кем лишь бы не иметь к этой организации вообще никакого отношения вот пусть они там истинно уверовавшие пусть там они находятся как бы вот гетто для истинно уверовавших там им самое место и всем сестрам по серьгам и это поверью вашей да будет вам вот если вы такая истинно уверовавшая или уверовавший то пожалуйста пожалуйста все дороги перед вами открыты все монастыри ваши выбирайте любой это так легко туда попали на забереметь ну как бы маш вот на каждой софринской иконочке написано поверью вашей да будет вам на здоровье лишь бы человек был счастлив ведь я знаю конкретно людей которых там хорошо особенно на первых порах через двадцать лет поговорим ролик один завирусился такой на котором значит матушка не матушка монахи но она же матушка тоже да там считается игумене игумене очень агитирует за то что женщины должны давать мужчинам вот и женщина должна давать заботиться о мужчине ждать его с работы там приготовить ему все в общем быть безотказной такой вот у вас как эти такие разговоры велись там в кельне о том что должна женщина об отношениях категорически нет категорически нет об этом не могло быть и речи понимаешь так что это скорее всего матушка так сказать тем если она действующий монахи не действующий игумене то это же называется не ею мать и другом надо говорить я таки не буду никому давать советы поживите все как хотите если человеку хочется поговорить на эту тему то ее абсолютное право у нас ввода слова хотя если она находится в российской федерации совсем не так матушка может матушка хайпануть решила и может быть а может она мечтает заказ может есть заплатили я не буду ничего говорить сама я как-то знаешь болтаю бесплатно вот сейчас заказов не выполняю значит ни на кого не работаю никакая иностранная разведка мне не платит вот я российская пенсионерка на минимальную пенсию которую еще невозможно получить находясь за границей это это вот как бы вот моя история если человек к таким образом зарабатывать себе на жизнь или на содержание монастыря это ну ее право сейчас все выживают как могут но я могу сказать четко однозначно что в монастырях на эти темы говорить не просто не принято это грех вот это абсолютный грех в разговорах сестер между собой на проповеди священник может сказать что женщина так сказать должна выполнять желание мужа при этом подчеркнуть что всякие такие супружеские желания вне поста вне постных дней и вне всяческих еще других обстоятельств от себя добавлю что таких дней в году не так уж много вот об этом обязан говорить священник особенно в преддверии великого поста который наступает вот вот наступает вот такие дела вот смотри ты ушла из монастыря и похудела то есть у тебя получается в светской жизни постов больше чем монастырской максим мои так сказать изменение веса к этому делу не имеет вообще никакого отношения потому что я оттуда уходила в тощем совершенно состоянии и очень больная очень изможденная вот так что могу сказать что монастырское питание особенно постное питание это крайне нездоровое питание крайне вообще как бы мы все разные у нас разное пищеварение ну в смысле потребности организма и так далее на разных этапах и прочее 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 а вот такие вот дикие скачки между постом и и периодами вне поста когда люди едят скоромную всякую еду они очень очень не полезно это раз во вторых сейчас сложно найти хоть скоромную хоть постную еду хорошего качества это большая проблема очень много загрязненных продуктов химии консервантами вот это все дрянью вот то питание которое я которого я придерживаюсь сейчас и надеюсь буду жить на нем дальше опять таки возвращаемся к началу нашей программы это это питание и корневур это как раз совсем не про монастырь потому что это в основном белковое питание это мясо рыба яйца и вот это вот все без ограничений вот постоянно с минимум растительных продуктов с минимум а то и вовсе в отказе от него скажем назовем это питанием хищника я стала хищницей я перестала быть травоядной бойтесь трепещите вот то есть это совсем не несовместимо не с постами не с христианскими вот этими всеми установками и с буддистскими установками я живу так потребности моего тела а самое главное потребности моего мозга потому что мозг у человека состоит вы не это ваше право я выбираю себе питание такое какое нужно мне здесь и сейчас вот одно могу сказать что посты довели меня до совершеннейшего изнеможения болезней всех органов пищеварения какие только бывают и и так далее вот вот это вот все я понял сейчас обратилась к и индусам вот чтобы они тебя не осуждали это их дело понимаешь индусам до меня дела нет никакого а мне до них там то и дело да я просто знаю что даже среди наших зрителей есть полно вегетарианцев веганов опять-таки это этап жизни который нужно пройти вот я прошла так сказать этот этап я 12 лет не ела мясо и очень строго постилась чуть не сдохла извините за выражение вот именно так вот но каждый имеет право оставить над собой какие угодно эксперименты я знаю людей которым действительно ну как бы гармонично для них питание ну а что веганское и сыроедческое и прочее прочее кто хочет вот такого пожалуйста вот на здоровье кстати был я был сыроедом сыроедом был несколько лет вот я похудел хорошо так форму вошел прекрасный вот хорошо ну да дальше не поверишь есть несколько таких совершенно таких удивительных парадоксов в этой моей нынешней кита жизни один из них то что ты ешь жирную еду мясо вот это все вот и ты при этом сытый и ты при этом худеешь жир уходит вот это самый большой парадокс которому я я я не верила когда читала на на себя убедилась да самое главное что пока ты питаешь травкой вот во время поста и все ты все время думаешь о еде ты все время голодный ты нервный ты вот это вот все вот в этом состоянии ты можешь не думать о еде вообще целый день ты один раз поел крепко и все еще и ты сытый при этом уходит килограмма прямо на глазах вот удивительно сахар не ешь и мучной не ешь правильно конечно не сахар не вообще все углеводы фрукты сладкие вот это все естественно картошки и прочие горнеплоды и крупы и каши и вот это все убирается остается мясо рыба яйца ну немножко молочного сыра там вот это всего немножко ягод можно если не втерпешь что все всякие капусты и всякое такое пожалуйста ну как бы в таких небольших количеств вот и она раз и все и уходит самое главное что даже вот если допустим в дороге или где-то еще вот это нарушается но не то что там я хлеб начинаю есть допустим этом интервал питания меня или что-то еще такое всегда плюс-минус условно какие-то вот процесс все равно продолжается вот килограмм уход становится на весе а там меньше это очень приятно но самая главная цель опять-таки объясняю это ментальное здоровье прежде всего все остальное так и говорится ну а а мужчинам мужчинам понравится нет цели такую теория я не знаю ведь все люди разные но я еще не знал как сказать и среди людей эзотериков и так далее я знаю много вегетарианцев и так далее но из обычных вот людей обычной жизни конечно от мяса никто не откажется никогда вот но другое дело что придется сократить такие продукты как алкоголь пиво вот это все потому что тоже сильно углеводная вот такие дела я поняла в чем дело верующие православные порицают всех кто старается понять и логически связать отрывки конечно вопросы есть вы когда берете кредит или заключаете договор купли-продажи внимательно читаете договор где пункты не противоречат действующему законодательству все чисто и понятно если есть вопросы они должны быть есть ответы а в православии вопросы не предполагают ответы это вроде как грешно или грешно или грешно но так это да 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 я согласна потому что там даже задавать вопросы даже но как сказать там есть два момента с одной стороны скажем сомнения они считаются нормальным но когда ты выходишь из сомнений укрепляя свою веру вот и посомневался а потом попалил свои сомнения огнем молитвы например или чтением святых отец и или значит чтением там священных текстов и так далее тому подобное покаялся в своих сомнениях и преодолел это нормально но значит постоянно пребывать в этих сомнениях считается неполезным потому что это искушение а вдруг ты в какой-то момент не вырулишь вот немножко посомневаться и потом победить свои сомнения это нормально а все время терзаться ими это уже грех уныния грех маловерия грех там но там целая куча всего на эту тему можно намотать вот и логика это и по святым отцам и так далее короче вера она совершенно нелогичное состояние вот и она почему сильнее разума потому что вера преодолевает вот эти все сомнения именно крепость веры вот примерно так ну вот задавать такие вопросы смотреть например наши ролики искусительные это все грех не смотрите наши ролики те кто там глубине церкви находится потому что для вас это грех вот и даже осуждать нас для вас тоже грех откуда вы знаете вдруг мы с максимом покаемся завтра вот начнем ходить в церковь а вы осудив нас погибнете вы не знаете этого поэтому лучше не смотрите не искушайтесь вот отчитайте акафисты ходите на службы не слушайте радио радуниш или что там сейчас есть на эту тему я же сам церковь валяя у меня своя религия я об этом ролик записал мне больше мне мне не нужна никакая другая церковь и религия я нашел свою религию я ее сам создал в себе так ведь и сказано даже до царство божие внутри вас есть вот где надо искать ему внутри себя я нашел и это прекрасно это прекрасно религия то я эта связь это что такое религия это связь связывать я связан со своей душой вот моя религия это потрясающее переживание это очень круто и мне больше ничего не как будет называться религия максимянство максимальное максимянство магнус максимус и вот это все да но я к ней я к ней не могу никого приобщить а вот так хорошо ну наверно у меня что-то тоже такое же но я не считаю это религией да я тоже сама в себе потому что подлинная религия она не является миссионерской проблема ведь в чем вся проблема власти вот нашей системы до власти и подчинения все хотят менять других и никто не хочет менять себя церковь о чем она говорит что надо менять других вы люди грешные да покайтесь то есть изменитесь да и так далее власть хочет менять других создает врагов для того чтобы чтобы что-то поменялось да и всех все не устраивает власть не устраивают другие церковь не устраивают другие и так далее но никто никто не хочет менять себя и вот да и религии же они же миссионерские правильно изменить этот мир изменить мир вот идея любой власти и религии свою цивилизацию там какую-то да что-то выдумать насадить поменять нет это инфантильная позиция как у как в песне цоя перемен мы ждем перемен это подростки ждут а их не надо ждать надо инициировать надо меняться самому и вот к чему я пришел моя религия я не могу в нее никого обратить потому что это религия единственная моей души и все и каждый находит себе свою религию обращается к себе к своей душе царство божие внутри нас есть и вот когда мы это обретем тогда мы можем стать единым целым до осознать что я и мир это одно и вот это очень круто но для этого надо менять себя а все хотят менять других и вот ты молодец вот твой коперниканский переворот в твоей в твоем сознании произошел когда ты перестала хотеть менять мир и в том в том числе жить по чьем-то принцип по чьим-то правилам да и захотела поменять себя и вот смотри сейчас ты какая да совсем совсем другой человек спасибо максим но прежде всего перестать жить по мифологии что уж совсем я не против человеческих законов даже не против так сказать правил каких-то общежития человеческого да там не уби не укради в этом нет ничего плохого да это же не только христианские заповеди это вообще нормы сосуществования людей вместе чтобы они друг дружку не поубивали да и они против соблюдать эти правила так эти правила не работают люди воруют дай возможность человек украдет и люди убивают это все не работает ты живешь почему не работает максим ты хочешь убивать я не хочу ты хочешь вот так вот в этом и суть в том что не закон мне что-то говорит это я говорю это закон внутри меня вот тебе эмануил кант звездное небо над головой звездное небо над головой а закон нравственный внутри тебя да перефразировали да да так и есть мне незакон запрещает этот юридический да и это мой внутренний закон я не хочу убивать и быть убитым а тот кто хочет он идет и убивает ему никакой закон это не запрещает ни моральный не юридический не светский не не религиозный не светский о чем ты говоришь какие законы это такое же священное писание как и библия и все другие такая же мифология поэтому внутри поэтому единственный выход это любовь валенька ты пришла в эту церковь искать любовь не нашла я там и сейчас ты обрела эту любовь в себе правильно любовь к себе вот любовь начинается с любви к себе ты занялась собой начала путешествовать у тебя желания появились вот отправиться в кругосветку хорошее желание это не так сложно не так сложно это и не так это все долго да я согласна с тобой что это все реализуемое желание просто не были так сказать когда я мечтал об этом детстве это было нереально а вот сейчас абсолютно все реально опять-таки если приложить к этому усилия желание ну и вот немножко потрудиться для этого то все все абсолютно реально по нынешним временам и деньги да купить себе ну деньги я имею ввиду что надо потрудиться организовать эту всю ситуацию для себя да это нормально это реально я скажем так сейчас не буду тратить на это вот последние деньги которых еще пока еще нету да но со временем я думаю что это все устаканится и утрясется вот конечно конечно главное желание ты захотела похудеть всегда ходила да отвисший живот там все такая бесформенная а сейчас о какая стройная штучка модель просто модель я не всегда была с отвисшим животом как раз у меня это был очень лет короткий период нервного состояния вот знаешь когда это привычка заедать стрессы вот началось оно во время ковида когда почему-то я стрессовала очень я знала бы что впереди война дергаться из-за того ковида да вот а потом начались вот эти все наши мотания метания самое главное тяжело было находиться рядом с мамой которая на глазах сходила с ума вот в деменции находясь вот вот это вот все оно позволило набрать этот самый лишний вес ну он как пришел так и ушел понимаешь вот и теперь надо собственно говоря заниматься своим здоровьем и так далее мне очень 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 помогли термальные источники болгарские вот это просто ну как выяснилось что это тоже далеко не каждый источник не всем подходит вот но нам подошли к счастью вот и они восстановили здоровье насколько это можно то есть три месяца мы ходили каждый день купались и я могу сказать что после этого да суставы как новенькие и вот это вот все вот но это тоже требовало ты знаешь что это тоже труд это тоже как бы воля нужна и прочее прочее и деньги в том числе ну сложилось я тот человек который конечно прекрасно знает о том что жить это труд встать встать утром да начать что-то делать зарядку зарядку завтрак организовать свой день все труд все труд все требует конечно уважение поэтому и признание поэтому я тебя уважаю и признаю твой труд огромный над собой и мы видим результат такой хороший да вот какая сидит у нас конфетка спасибо максим вот и всем нашим зрителям мы желаем любви к себе и хотя бы минимального времени для себя это не трудно это не дорого зарядка это не дорого и это не трудно ну точнее так это по силам это по силам я понимаю что там поездка на термальные источники это деньги время обстоятельства и прочее прочее а вот ежедневная зарядка прогулки пешком вот и здоровое питание вы не поверите вот опять таки но вот это здоровое питание на которое мы перешли сейчас оно обходится дешевле питание мясом и белками и вот этим всем обходится дешевле чем тортики пирожные и прочие вкусняшки и фрукты и прочее 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 потому что его надо мало ты наелся и ты сытый вот вот и это обходится дешевле вот правда конечно ну курица это еще один парадокс то что ешь жирную пищу и худеешь а второе то что она обходится дешевле чем вкусняшки фрукты овощи и каши и вот это все хозяйство правда она вообще дешевое мясо вон можно поймать если бы ты охотницей была пошла с ружьем в лес подстрелила там капканы расставила всех поймала в селки все птицу рыбу с удочкой сетями могла бы вообще бесплатно жить ни за что не платить конечно я понимаю но у меня нет таких навыков я один раз в жизни была на рыбалке это было очень и очень давно в моей юности нет достаточно просто ходить по магазинам и смотреть что где продается и покупать не поверите мы наконец-то в Болгарии перешли к такому ну вообще когда живешь в других странах особенно как в Италии мы жили гораздо проще прийти в супермаркет потому что ну что там все видно все понятно взял и пошел да расплатился на кассе не надо чего не говорить ну спасибо сказала по итальянски и и все вот вот в Болгарии мы осознали насколько правильно питаться покупать продукты в лавках это и дороже и лучше ну продукты свежие качественные от фермеров и обходятся дешевле вот тебе по заказу могут привезти все то что ты хочешь и это будет дешевле чем в супермаркете вот делюсь своим так сказать лайфхаком я уверена что наверняка и в других странах такое тоже есть ну есть рынки там и прочее прочее где можно торговаться где можно вот ну просто когда ты не знаешь языка то и не хочешь каких-то коммуникаций таких сложных то гораздо проще прийти в супермаркет но когда обживаешься смотришь по сторонам уже привыкаешь к местной жизни то вот эти вот специализированные лавки магазинчики они вот дают такие приятные возможности вот я показывал нашим зрителям как в Индии курицу вот ее там продают вот они стоят клетки там курица их берут значит топят в бачке таком вытаскивают снимают кожу с нее и вот те курицы готовые мясо свежее все две минуты это конечно сложное для восприятия зрелище вот как тебе сказать если бы была такая возможность я бы предпочла есть продукты убедения но к сожалению здесь и сейчас мое тело мое здоровье моя жизнь требует мой разум требует вот такой пищи вот да мне проще не знать правда я понимаю что моя позиция она так сказать нелогична вот меня могут там запросто судить приверженцы других способов питания но это их проблемы я для себя выбрала вот такое мне даже рыбу проще с покупать уже вот не вытащенную там из воды а уже готовенькую разделанную желательно ну во первых сокращает время вот во вторых конечно так удобно конечно так удобно когда ты купил себе рыбу уже разделанную прожеванную остается только проглотить конечно нет ну я я готовлю сама мы готовим сами себе это еще один такой способ знать что положили продукты конечно мы не можем регулировать питание например животных или рыбы чем ее там кормят где ее там ловили вот где послась та корова но по крайней мере уже на стадии приготовления лучше это делать самому по крайней мере знаешь что ну что ты готовишь ее максимально ну полезно для себя да ну тогда уже какое твое любимое блюдо расскажи и может быть поделись рецептом за вот тут у нас полторы минуты ну я очень люблю свежую жареную рыбу ну в Болгарии в Италии там совершенно нормально покупать форель она не такая дорогая вот особенно в Болгарии свежая форель покупаешь ее в лавке жаришь это просто потрясающе бесподобно вкусное блюдо это вареный говяжий язык вот вот ты его поел вместе с бульоном и ты сытый целый день ты вообще не думаешь никакой еди тебе не нужны там никакие сладости ничего такого вот ну мне нравятся в том числе какие-то десерты потому что есть вот ну кто совсем не может обходиться например без каких-то ощущений таких приятных сладких ну есть сейчас стевия есть ретритол есть все десерты там шоколад есть со стевией который вот без сахара вполне себе нормальный шоколад я могу себе позволить несколько клеточек такого шоколада орехи очень здорово вот еще немножко а вот мясо можно наедаться от души вот желаю вам вот этого всего здорового питания какое мясо твое любимое я разное мясо люблю опять-таки после того как я 12 лет была вынуждена не есть мясо в монстре вот то для меня вообще невкусного мяса не бывает я всякое мясо люблю вот несколько лет я просто вообще наесться не могла а сейчас ну я могу выбирать главное чтобы она была свежая я не люблю очень острые приправы вообще вот это вот все ну люблю готовить сама ну что ж пакет на 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 на